В ближайшую субботу все, кто решит посетить село Исти, смогут окунуться в невероятную атмосферу праздника и перенестись на машине времени на несколько веков назад, а именно в XVIII век. Именно тогда было образовано это село, жители которого добывали железную руду и перерабатывали ее на заводе, построенном купцами-рюминами. Сегодня о тех временах напоминает старинная домна и музейная экспозиция при Истинской библиотеке, которая подробно, а что самое главное, наглядно рассказывает об истории села. Здесь посетители смогут узнать, каким образом добывала железная руда и даже увидеть древние крицы, которые когда-то были найдены именно в Исти. Вообще говорят о том, что XII-XIII век как раз это наше поселение снабжало как раз всю Рязань своим металлом. И даже тут элементы кольчуги мы видим, то есть на вооружении нашего войска рязанского. То, что железную руду на территории современного Исти начали добывать еще в XII-XIII веках, факт доказан археологическими исследованиями. Но, к сожалению, все то, что было найдено в ходе раскопок, посетителям и жителям этого легендарного села недоступно. Дело в том, что созданная Светланой Зверевой музейная экспозиция не является музеем и, соответственно, сюда не могут передаваться ценные находки. Поэтому экспозицию составляют то, что дарят местные жители. В основном это предметы быта. Очень много подарков. Ну, я просто преклоняюсь перед людьми нашего села. Когда они приходят, они загораются этой идеей, говорят, ой, а у меня еще есть вот что-то, я тебе еще обязательно принесу. Или я увидела у кого-то, обязательно я тебе это все принесу. И так потихонечку начинают складываться уже вот экспонаты один к другому. То есть появилась коллекция утюгов, появилась коллекция рушников. Другой человек очень увлекается ключами, старыми ключами-замками, меры веса. Вот у нас здесь есть старинная чугунная лампадка, которая необыкновенно тяжелая, старая, старинная. Здесь можно узнать о том, кто владел заводским комплексом Истии и даже увидеть довольно интересные артефакты, которые иногда находят местные жители во время земляных работ. Правда, существуют проблемы с датировкой этих предметов. Так, например, Светлана предполагает, что вот эта часть курительной трубки дошла до нас со времен Петра. Мне очень хорошо помогает учитель истории наш Виталий Евгеньевич Ашарин. Учитель истории, он увлекается, он нумизматикой занимается как раз, вот кладоискательством. И вот как раз это ему принадлежит. Я думаю, что это все-таки вещь привозная. А вот если бы экспозиция была официально признана музеем, то Светлана имела бы право обращаться к специалистам, которые могли бы более точно датировать сделанные находки. Кстати, на сегодняшний день в Старожиловском районе нет ни одного музея. А между тем, история этого края очень богата. Конечно, знакомство с ней и с традиционными промыслами происходит в том числе и на фестивалях, подобных секретам средневековых кузнецов. Однако, если бы была возможность не только в празднике узнавать больше об истории родного края, это пошло бы на пользу и подрастающему поколению, которые зачастую не знают ничего о своей малой родине, и развитию туризма.